Всем привет, с вами Алиска на Бериллаб. Работаем с картами, смотрим прогноз погода в ближайшие дни и делаем вывод. Начинаем с Атлантики, вот здесь вы видели, здесь вот сейчас сверкнуло рядом со Флоридой, да, по сути, что это? Это хвост, вот циклон сам, он очень слабенький относительно, находится вот здесь, над Восточной Канадой, а хвост его, смотрите, очень-очень такой мощный, заходит в Мексиканский залив, и здесь в Карибском море мы тоже видим, так блестит, сверкает вовсю. Это вот Найджел от него, смотрите, хвостик такой отрос сюда в южную сторону, кстати, на север тоже проследить можно хвост, и вот сообщение вот с этой Смарго, которая, видите, что-то здесь зависла и думает, похоже она вливается потихонечку вот в эту штурмовую систему, находящуюся к западу от Ирландии, и портящую погоду на Британских островах. Вот еще одна система здесь к северу, Норвежском море находится между Исландией и Норвегией, и вот у нее хвост опускается через Центральную Европу, проходит, но видно, что сейчас каких-то гроз таких мощных нет в настоящий момент, но зато этот хвост можно проследить через Алжир, вот граница Марокко по горам, вот сюда проходит чуть ли не до экватора, опускается на юг. Затем смотрим теперь Евразию. Здесь циклон находится в Казахстане, центр его, а хвост вот так идет через Узбекистан, Туркменистан, Южный Каспий, увидели там север Ирана, там кое-где подтопило тоже, и доходит до Тбилиси практически в Закавказье, там вчера тоже гроза была, хотя вот что-то тут сверкнуло в районе Балкан. Так, видно сверкает в Китае, но мы пока по северу пройдем, здесь по северу идут циклоны одним за одним, вот так вот друг за другом, и вот в Приморье тоже здесь находится циклон. Так, вот что писал Завгуд, который проживает в Приморье, Комсомольск на Амуре, суббота, воскресенье, понедельник, днем до 22 градусов, а сегодня всего лишь плюс 10 и дождь. Дождь уже идет, это хорошо, так как начала гореть тайга и город весь в дыму, но пока температура 17 градусов, хоть и ночью, видите, как нагон теплого воздуха. А вот в Китае там, судя по всему, серьезные процессы происходят, да, мы видели, там прямо сейчас сверкало, и вчера тоже в Телеграме размещал вот эта система на юго-запад от Пекина, довольно-таки мощные там грозы. Ну вот и в Бенгальском заливе классическое место для гроз, Австралия, Новой Зеландии, вроде бы ничего там нет, на экваторе это нормально. Ну вот, южная Бразилия, здесь опять же перепад резких температур, здесь в северной части ожидается там подъем чуть не до 40 градусов, а в южной прохладно, ничего удивительного, что здесь проходит штормовой фронт, грозовой фронт. Так, ну вот мы видим здесь в США посверкивает, да, то есть это в районе Оклахумы, от северного Техаса, вот здесь система, и вот к западу, от Великих озер, здесь тоже мы видим такую грозовую систему. Над Канадой, пока что только на западе, мы видим вот здесь, да, и на северо-востоке. Вот эта долина реки Макинзи так и остается ясной, так же, как и окрестности Гудзонового залива. Ну что, давайте теперь глянем быстренько, как у нас дела обстоят с осадками прямо сейчас. Ну вот, мы видим, да, восток Америки, здесь осадки, вот Исландия, Норвегия, Северное море, Великобритания, здесь все так, это пляжи. Ну вот, хвост опускается сюда в сторону Балкан, да, и, кстати, вот до Африки, видно вот здесь, да, хвостик продолжается. По северу вот циклон, опускается у него, кстати, хвост сюда до Южного Урала, так что где-то, возможно, непогода и на Северном Урале тоже, возможно, здесь опускается с Таймыра в Сибирь, кое-где локальные могут быть дождики в районе Южно-Сибирских гор, восточная Якутия, здесь Магаданская область, подошел здесь циклон, да, хвост его идет как раз вот в район Амура, вот, поэтому ничего удивительного здесь нет, что там такой вот нагон предштормовой получается и довольно-таки комфортные температуры были. Ну вот, завгод пишет. Утро вторника, Комсомольск на море, с дождем, как у Маяковского. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. Солнца, правда, нет, но дождь в очередной раз нас обошел стороной. Ночью силы не ухватило минут на двадцать. Сейчас просто водяная взвесь в воздухе. Пока шла на работу, курточка покрылась водяной пленкой. А так тепло, где-то плюс десять градусов, посмотрим, что будет днем. Но в крае, вероятно, дождь шел, так как дым почти не чувствуется. Вот, спасибо за такие сообщения. Так, Оксана Шевченко пишет. Спасибо, Алекс. Благодарю вас. Алексей Васильевич пишет. Коротко о погоде в Иркутске. Вчера плюс двадцать, сегодня плюс двадцать два градуса. Солнце, ветер слабый. По ночам уже меньше плюс десяти. Думал в последние теплые деньки на Байкал сконять. Да что-то передумал. Надоело. На водохранилище с окна посмотрю. Вода один фиг из Байкала. Ну, знаете, здесь я с вами не соглашусь. То есть, как это, это все равно, что как вот какое-то хорошее вино выпивать, да. Одно дело, когда из каких-то шикарных там, да, фужеров, а другое дело, когда из каких-то картонных стаканчиков. Все-таки здесь такая вот тоже природная эстетика работает. Юзер HiFi6 пишет. В Якутске уже четвертый день ветер. 10-20 метров в секунду. Холодный. Но листья еще держатся на деревьях. Да, ветер у вас тоже связан с циклонической активностью. Ну, вот мы видим здесь в Китае, там немножко грозы теперь сместились на ливни. Ну, там вот тоже бывает, что в какие-то долины проливается все это и может привести к неприятным каким-то последствиям. Так. Южная Америка вот здесь вот мы рассмотрели, да. Ну, в принципе, в Америке только вот запад Канады, немножко Аляска. Так-то, в принципе, погода хорошая. Давайте глянем завтра, как будет располагаться все эти системы. Ну, видим, что непогода будет в Великобритании. Вот здесь вот Средиземное море. Опять какой-то циклон сформировался. Но, судя по всему, он может идти в западную сторону. Мы подоблюдаем за ним. Непогода будет в Скандинавии. Здесь мы видите, где даже снег возможен. Там в Мурманской области выпадение снега из-за циклона. Карелия, может быть, дождики такие сильные. Да, вот хвост сюда в сторону Беларуси. Центральная Украина опускается. Кое-где морость, возможно. Хвост будет опускаться вот сюда, на юг Средней Азии. Немножко вот здесь на границе с Монголией непогода. Ну, а так, это Магаданская область. Да, циклон здесь будет находиться в Охотском море и определять непогоду. И на Камчатке тоже сюда выходить. И до Кореи. Вот здесь Корея вышла с Китая. Выйдет с Китая система. И завтра будет непогода наблюдаться уже в Корее. Здесь к Новой Зеландии какая-то хвост подошел небольшой. В Южной Америке остается. Ну, вот в центре США и в центре Канады. Здесь по Северу тоже циклон идет. И хвост его вот сюда, на южне, юго-западнее Гудзонова залива. И еще один циклон придет к юго-западу Аляски. Так, давайте теперь посмотрим, что... Нет, давайте качество воздуха заценим сначала. Ну, вы знаете, продолжает гореть. Здесь опять чуть восточнее Макинси. Вот, может быть, ветер туда сносит. Ну, посмотрим, может быть, этот циклончик как-то и потушит. Немножко, как вот в Приморье, да, тут вот видно, очищки такие есть. Но немножко потушило, да, то же самое. Здесь вот в Восточной Сибири, Якутии дожди будут полезны. Ну, а здесь в Африке мы видим это бури, которые гуляют в настоящий момент. Так, ну что, давайте теперь перейдем к разбору температур. Ну, вот, в Европе сегодня прохладное утро было, в Западной, да. В Шотландии прямо так очень свежо. Там плюс 12, плюс 11, плюс 10 в Глазгой такие температуры. Это дневные уже сейчас, да. Утром там было еще свежее. В Испании тоже не жарко, видно, что сейчас тепло в основном на островах, либо Италия, Балканы сосредоточилась. И, конечно же, очень теплая погода сейчас наблюдается в восточноевропейских странах. И юг РФ, мы здесь видим 25 градусов практически повсеместно. Дальше мы видим в Киеве 22, Харьков плюс 22 градуса, Беларусь здесь выше 20 градусов, Вильнюю ситуация, Рига 21, Таллинн сюда поднимается все. Ну, это связано с циклоном, да, который находится на Скандинавии. В Хельсинки плюс 17. Немножко прохладнее было в Санкт-Петербурге, но сейчас вот видно, что тоже начинает теплеть. Великие Луки уже плюс 21 в Смоленск, плюс 21. Вот Сергей Путин пишет, Смоленск днем тепло, а уже вечером холодает, а ночью холодно. Ну, да, вот заморозки, кстати, сегодня отмечались в Московской области. Вчера с тех температурой термометров опустились до минус 0,9 градусов, да. То есть, в других пунктах была слабо плюсовая температура. Ну, и, в общем-то, в ближайшие дни ситуация должна улучшиться, потому что мы видим, что сейчас задулись южные ветры, и поэтому заморозки должны отступить. Что еще пишут? Башкортостан, пишет Денис Валиев, плюс 10, малооблачно днем, да, плюс 18 к выходным, обещает, плюс 20, плюс 22. Ну, сейчас мы видим в Уфе плюс 17 градусов, да, Марина Дмитриевна из Апатитов пишет, плюс 7, да, совпадает, но в ближайшие дни там, наоборот, похолодает. Архангельск плюс 12 градусов, немножко прохладно в Поволжье, я считаю, что-то в районе плюс 15 градусов, ну, как прохладно. По сравнению с другими населенными пунктами, хотя бы SLV Channel писал, что вчера днем было плюс 20 в Казани, а вот ночью плюс 6 градусов. Так, Виталий Вишталюк пишет из Полтавы, спасибо, это полезная информация была для начинающих охотников с загрозами, ну, имеется в виду, что такое моно-ячейки, супер-ячейки. Так, Вишня зацвела, представляете, то есть второй урожай пошел, да, если будет такая теплая осень до ноября, то, может быть, и удастся собрать урожай. С клубникой такой фокус вполне прокатывает, два урожая в год в средней полосе вполне возможно. Калинский 777 пишет, я вот тоже видел это и понимаю, что ячейки так же вращаются, и даже охотники не могут этого проследить, потому что эти завихрения весьма глобальны с точки зрения вертикальных гор. А потому что Гималая чуть выше точки разрыва, который уже давно стал причиной гроза циклона, который пройдет над Якутией и затронет Китай. Ну, знаете, тут они все-таки по-разному проходят, да, через Гималая, Китай и Якутия, там разные влияния. Хотя тайфуны, вы абсолютно правы, тайфуны доходят до Якутии, ну, это такие наполненные энергией системы, им хватает. А вот западный Казахстан, так и остается вот здесь холодовое пятно, можно сказать, да, связанное с циклоном, который находится здесь над Аральским морем, над его остатками. К востоку здесь гораздо теплее, здесь видно плюс 25, плюс 14, ну, вот хвост его идет сюда, в Южный Каспий, здесь по Ку-22 градуса, на Северный Иран тоже как-то не жарко, и вот сюда вот выходит Тбилиси, где 18 градусов, Ереван 22 градуса. На Ближнем Востоке сейчас шикарный сезон, в районе 30 градусов, то есть самое время туда посещать. В Багдане плюс 40, Квейт 37, Доха 40, Абудабе 38, ну, и Саудовская Аравия, мы тоже видим между 30 и 40 градусами такие температуры. В Душамбе 29 градусов, в Бишкеке, утренняя температура плюс 14 была. В Новосибирске, Томске, Барнау 19, 20 градусов, в Омске 20 градусов, в Южный Сибирь. Наслаждаются вот этим потоком юго-западного ветра, который между Тюмени и Курганом, как раз граница происходит. Вот Екатеринбург плюс 15, Челябинск 16, а Курган уже плюс 20 градусов. Так, Абакан 21, Таруханск плюс 7, а вот Норильск уже плюс 3 градуса. Видно, что здесь восточный от Норильска, там плато Путоран, видно, там уже формируется такая зона холода. Так, ну, Братск, Иркутск мы разобрали, там 20 градусов, а вот Якутске по прохладнее сейчас всего лишь плюс 4 градуса. Да, пропустили Сургут, где мы видим 20 градусов, да, вчера Женя 86 писал плюс 22, было в субботу, в воскресенье было плюс 20, вчера было плюс 15, а сегодня опять вернулись 20 градусов. Все прекрасно, и мы пропустили от Абакан 2011 из Киева, что всю неделю плюс 27 обещают, и солнечно, такая у нас осень. Да, осень прекрасная, великолепная, может быть, даже еще и на октябрь, там, в какой-то степени что-то там перекочует, да, то есть, но проблема начинается с ноября, как правило. Так, разобрали регионы, Якутск плюс 5, Магадан плюс 6, здесь циклон сейчас надувает, возможно, там какой-нибудь прилив штормовой, Анадырь плюс 6 градусов, Петропавловск-Камчатский плюс 9, ну, вот в районе Амура мы видим прекрасные погоды, да, плюс 16, плюс 9, плюс 6, вот такое распределение к северу идет. В Сурильске плюс 20 градусов, в Китае, в Пекине 24, то есть, похолодало, да, на Западе тоже меньше 30 градусов, уже опустилось 27-29, но вот на юге, в районе Ухани здесь 33, Шанхай 30, Гонконг плюс 28, здесь пока что лето продолжается. В Индии прекрасные погоды стоят, затем Австралия, ну, прям наступает, наступает весна, мы видим, что и в Мельбурне уже плюс 21, вот только здесь в Тасмане еще плюс 13 как-то держится, и в Новую Зеландию тоже тепло идет, Крайс-Чорч уже плюс 13, Донидин плюс 9, то есть, зима, можно сказать, все, в Южном полушарии там уже закончилось. Так, смотрим теперь Аляску, смотрите, Бару и Мертвая лошадь, как долго держатся, плюс 4, Фэрбэнкс плюс 4, Анкуридж плюс 7, ну, вот вам Елунаев, Маккензи, все плюс 10-11 градусов до сих пор, хотя в Западной Канаде мы видим, что гораздо прохладнее, здесь 7-6 градусов, ну, в Ванкувере плюс 11 градусов, градусов в районе Гудзонова залива, здесь тепло поступает с юга, а вот в Восточном Лабрадоре здесь уже минусовые градусы по северу, ну, а южнее плюс 10, плюс 13, в Атавии 14 играл за Торонто, 12 сюда, на юг тоже за этим циклоном холод устремился, даже вот до Колумбуса дошел плюс 17, и даже во Флориде почувствовали прохладу на севере. А из Техаса наоборот, отсюда через Оклахому, сюда через Айову, идет на север, в сторону Великих озер, волна тепла, а вот в Колорадо уже Денвере 12, Ламозе плюс 5, уже так совсем-совсем бодро, бодрые температуры наблюдаются. Ну что, смотрим Южную Америку, здесь Буэнос-Айрес 10 градусов, да, а вот в Парагвай уже здесь больше 20, это раннее утро, а на юге здесь пока что все еще. Вот Южная Америка пока еще зима там задержалась, а так уже мы видим и в Африку тепло возвращается потихонечку, за исключением Кейптауна, где его продувает очень хорошо. Так, ну что, можно теперь посмотреть, как у нас будут сегодня ночью развиваться события, О, смотрите, Якутия здесь прям разрастается от Таймыра, Якутия, Магаданскую область, прям мы наблюдаем как раз равноденствие, и мы видим, что зима берет свое, потихонечку наступает Алтай, здесь тоже пошли заморозки, даже на Урале, смотрите, даже на Урале, мы здесь прослеживаем уже заморозки по северу Скандинавии, даже южные здесь горы Норвегии уже подсоединяются. Ну, пока Альпа, Кавказ держатся, более-менее восточные Европе, так прекрасные теплые ночи, до Беломорья прям поднимаются хорошо. Ну, кстати, вот перед циклонами, здесь перед Ирландией, Великобританией, здесь нагон такого с Азорских островов тропического воздуха. Так, это день будет в Северной Америке, но видно, что доходит до границы США, в Канаду уже так частично тепло переходит, но все-таки идет в сторону Маккензи и Аляска, и поэтому там еще все держится. Так, давайте посмотрим, какой завтра будет день, каким, вот, будет очень тепло в Европе практически во всей, смотрите, до Урала прям четко, да, да и в Западной Сибири тоже будет неплохо связано с этим циклоном, который за собой сюда вытягивает теплый воздух, и в Южной Сибири пока, и в Восточной будет прекрасно. Непогода начинается вот как раз в Северо-Восточной Сибири, Якутия, Магаданская область, и потихонечку подтягивается сюда и до Приморья, да, ну и Чукотка там тоже не отстает. И вот прохлада завтра начнется уже с Северной Аляска, запад Канады, и опускается, смотрите, сюда уже, да, Нью-Мексико, уже сюда прохлада доходит, ну, там по горам таким образом проскакивает. Так, давайте посмотрим теперь воскресенье, 24 сентября, хотел сказать июля, а потом вспомнил, что уже сентябрь. Ладно, здесь, смотрите, такая ложбина какая-то неприятная, вот здесь вот могут быть как раз какие-то грозовые явления, шквалы внезапные вдоль вот этой вот ложбинки, да, здесь резкий перепад температур и довольно-таки жарко, в воскресенье будет Молдова, Украина, Восточная Белоруссия, можно сказать, что европейская часть РФ, большая часть, за исключением Северо-Запада, да, Урал, Западный Сибирь, прекрасный. Здесь второй перепад, но он более такой, как доброкачественный, можно сказать, да, тут более равномерный, там вот маловероятно шквала. Ну, вот морозится такой над Алтаем у нас фиксируется, и Восточная Якутия с Магаданской области и Чукотка объединяются в один конгломерат. В Восточной Сибири здесь какой-то островок тепла, связанный с ветром, с циклонами, которые на севере находятся, поэтому ветер с юга сюда заносит. Над Тайбыром вот здесь вот холодок образуется. Давайте посмотрим еще в Америке, что будет наблюдаться. Здесь, кстати, держится, смотрите, Аляска держится, ну, конечно, по прохладнее ставим, это уже около нулевые температуры, но, по крайней мере, морозов нет, извините, выносит сюда за счет циклона, даже на северку, зону залива, то есть отступит здесь мороз на какое-то время. Но Гренландия уже все, уже накрылась, то есть там, скорее всего, до следующего года, как говорится, уже не беспокоить, если, конечно, какой-нибудь циклончик, такой ураганчик туда не долетит и не вызовет какое-то потепление. Ну, а с вами был Алекс, канал Берелабжи, отличного прожения!